здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко новый год шагает по планете студия новогодняя это значит что сейчас мы с вами будем говорить о развлечениях о тех которые происходили в декабре до нового года будем говорить о приятном о культуре об искусстве потому что в нашей студии татьяна юрьевна крюкова директор музейно-выставочного комплекса городского круга люберцы и заведующая картинной галереи она юрина ехира дело в том что они частые гости нашей программы и в новом году тоже решили забежать к нам на огонек здравствуйте я так понимаю что для вас новый год это вот тот самый момент когда тут одновременно и как бы профессиональная но то есть работа потому что всем людям хочется расслабиться забыть о работе о тех проблемах которых к сожалению у нас не уменьшается и либо не за сходить где-то на каток просто погулять по городу сходить в парк заскочить в музей в галерею и поэтому мы вас и пригласили для того чтобы понять я так понимаю все начинается ведь с декабря до где-то там с первых чисел под а середина декабря уже прям везде елки стоят горят у всех новогодние как в этом вернее в прошлом году вас начинался новый год подготовка к новому можно сказать что в ноябре начинается потому что дедушки морозы день рождения 18 ноября да вот как то почему-то не 31 декабря было бы логично да поэтому уже праздности начинались ноября месяца и 1 декабря мы открыли зимний сезон у нас было зажжение арт-объекта у нас очень интересная елка стоит перед музей на выставочном комплексе так что значит зимний сезон все зимние забавы 1 декабря у нас начинаются открываются разными мероприятиями в каждом учреждении своим мероприятием мы так отмечаем начало так скажем зимнего сезона кстати в двадцать втором году 1 декабря был по моему сразу зима и началась у нас в этом году ровно 1 декабря как и осень так и зима так что на так что в том году прямо было все по-настоящему вот ангелина ну а вот вы же у нас гали как галерист галерист вот люди же хотят же как новый год снег зима даже если нет снега или какая-то такая погода все равно как-то на улице как их галерею затянуть что у вас там интересно показать новое необычное вот в том году нам повезло до с зимой она снежно было самое все хотели греться хотели греться да конечно мы начали самую главную выставку застывшие мгновения зимы но мы показали ее ту самую как из детства когда у тебя хрустит в ушах когда щеки горят когда ты это чувствуешь и помпон да именно так мы ее начали а в другой зал полностью вообще весь этаж до отдан арт-пространство именно фотографиям тут и всероссийский проект города и люди тут можно можно себя почувствовать увидеть в любом уголке мира другое пространство отдана под личную выставку зураба церетели виктора данилова и можно заглянуть вот за ту шторку как творит маэстро очень ярко красочная потрясающая фото выставка но и тут же я так понимаю что это но тоже выставки они приезжают уезжают как вам удалось что церетелевскую выставку к себе захватить а это вот благодаря нашим друзьям на данном а уже вот друзья можем так называться это ребята елена мышляева и евгений жалеев да вот которым мы уже не один год дружим совместно проводим проекты в этом году они вообще нас порадовали сделать такой новогодний подарок для меня наверно с нас стартаю стартует вот этот всероссийский вы вы как бы впервые мы самое первое дальше она поедет по всей россии там и нижний новгород и дмитров калуга по моему то есть люберцы себя показали как а той площадкой которая красиво помпезно может начать может начать проект целый проект ну и я так понимаю татьяна юрьевна что есть какое-то же общее руководство этими всеми культурными мероприятиями потому что это же комплекс то есть и галерея и музей и какие-то еще дополнительные вещи которые входят вообще насколько этот план вот этого зимнего сезона это до марта что ли у нас до 15 января но это вот официально эти новогодние сезон это показ идет зима в подмосковье этот проект который был час декабря стартует и пара практически до марта месяца до зима в подмосковье и в рамках этого проекта у нас проходит многие интересные выставку в том числе застывшие мгновения зимы и резиденция деда мороза в на вот такую резиденция деда мороза понятно что у нас будет вопрос о творческих планах но мы его на второе отделение отнесем то что год 23 же год 400 летия городского круглёберца то есть там наверно что то должно быть грандиозно вот ну или по крайней мере мысли должны быть грандиозные по этому поводу что такое резиденция потому что но у нас же деда морозов же они же как бы разные есть вот есть дед мороз как бы там московский дед мороз есть тот кто приехал с родины деда многие братья близнецы вот у нас что за резиденция но это то некое место в котором пребывает дедушка мороз которым ему комфортно пребывать которым можно прийти в гости пообщаться пофотографироваться с дедом морозом ну или в его отсутствие посмотреть как же выглядит его резиденция а где она находится это тайная резиденция музейно-выставочном комплексе непосредственно в люберецком краеведческом музее у нас находится и мастерская новогодняя и резиденция деда мороза и до 15 января на она открыта для посетителей люберецкого краеведческого музея приходя в музей можно купить билет в залы и попасть в резиденцию как бонус вот ведь как здорово поэтому если есть дети которые вере так я пускал если есть взрослые которые верят в деда мороза тоже могут прийти посмотреть наконец на резиденцию специальная резиденция деда мороза которая временно переехала в музейно-выставочный комплекс можно не просто дать кто не верит просто но верит в красивые фотографии потому что там наверно порядка три или четыре в за фото зоны которым можно воспользоваться конечно есть будет такой специальные фотографии из резиденции да 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 резидент деда мороза сейчас можно говорить хорошо ну вернемся к дикарским событиям потому что действительно в двадцать втором году как-то зима сразу себе заявил и так особо то в общем то и и не спадала и я так понимаю что это же месяц целых мероприятий вы готовите на на летом еще прописывать или все-таки работает штаб какой-то а целый год за год у нас каждый месяц считайте ни одно мероприятие проходит нас мультина в источном комплексе это и и тематические мероприятия приурочены государственным праздником это и профессиональные праздники в том числе как например ночь искусств ночь музеев день музеев этого бесплатно нужно работать до амер и все хотят мероприятия что-то вкусное что-то интересно еще бесплатно еще и города его надо организовать поэтому планировать за год не получается работаем в правильном режиме но с другой стороны а если говорить о профессиональном то уважаешь как раз новогодний период и такая сама реклама как бы вы можете заявить о себе но те люди которые к вам постоянно приходят они о вас знают но на новый год как времени много тем более сейчас особо никто далеко не уезжает да и куда пойдет давай вот вот музейном увидели рекламу да и пошли и таким образом вы привлекаете внимание новых своих адептов которые потом может быть будут приходить к вам вот я же так понимаю что это тоже как-то в голове у вас как руководители находится такая у нас привлечение как можно было как вы рекламирует расширить более расширить аудиторию для посетить для посещения музейного выставочного комплекса ну как правило нас нашим как было так скажем нашими продуктами пользуются либо организованные школьные группы которые идут за историей которые идут за знаниями которые идут на экскурсии на музейные программы изучают познают смотрят также у нас активные долголетия активно пользуются да им интересно не приходит и не только на экскурсии но и на мероприятие которое проходит в картинной галереи очень много мероприятий концертов для этой публики сейчас с сентября месяца ушедшего года мы подключились программе пушкинская карта и к нам расскажите да вот об этой программе потому что и в москве и в питере понятно да почему как-то все шумят везде висит это красивая реклама я как не пообщаюсь со студентами что-то нет у них какого-то такого радости по этому поводу как она вообще работает так тот кто попробовал радость расскажите если вам так 14 тире 22 года жаленье подхожу молоды культурой искусством а это как раз ваша тема что для этого нужно нужно для этого делать нужно зайти в гос на госуслуги с мамой с папой за регистрирует у каждого уже у ребенка в этом возрасте что он завели на личный кабинет на экзамены вы не пойдете на пушкинскую карту можно без папы и мамы ничего страшного вы там регистрирует оформляете эту виртуальную карту на которую вам наше государство кладет 5000 рублей на год и вы эти 5000 рублей с этой виртуальной карты можете потратить на посещение театра посещение музея посещение кинозалов поэтому несколько раз да да пока не израсходуете свой лимит ну понятно что в большой театр мы не попадем но там последним ценникам выкатили перед новым годом вам хат вы можете попасть на один например спектакль где-нибудь на балконе да не ну можно попасть понятно а у вас а у нас много раз можно посетить на стоимость вода то есть приходит человек вот этот молодой человек с пушкинской карты он покупает на сайте у нас билет может зайти на сайт купить этот билет там а мы считываем как бы при гасим этот билет и он проходит и может посетить получается для него совершенно бесплатно приобщиться к высокому интересному и культурно но приходит так вам или пока еще до жена дамы начали с говорю еще раз сентября месяца и уже больше ста человек по пушкинской карты посетил наше учреждение но . хорошо сделаем небольшую паузу дадим возможность вам подумать о молодым быстренько завести карту пушкинскую после этого вернемся в студию программы открытый диалог напомню что эта программа открытый диалог у нас студии директор музейно-выставочного комплекса татьяна юрьевна крюкова заведующая картины галереи она юрьевна и хир и мы продолжаем говорить вот в наступившем 2023 году наверное но потихонечку праздники такая у них странная конструкция что их долго ждешь потом них участвуешь посещаешь музейно-выставочный комплекс не один раз то ходишь до третьего этажа потом раз и праздник заканчивается вот мы чуть позже поговорим о творческих планах но тем не менее наверное самое ударное время новый год то или все-таки как-то она распространена на весь период работы ударные сосредоточены особенно до начала нового года идет а что идет работа дошло что у вас она в связи с тем что у нас открытая резиденция деда мороза этим спросом активно пользуются группой школьников а у них каникулярное время то начинается с нового года поэтому все разъезжается и такая небольшая затишье получается а до нового года вот всем обязательно в одно и то же время например там 24 декабря или 25 декабря обязательно всем группам нужно посетить и прийти на резиденцию ну видимо католическое рождество вспоминаю что на 25 декабря но возможно возможно как нас любят лишние праздники внутри класса да как принято у нас новогодние огоньки отмечать дело детям праздник а как сделать детям кстати у вас там какие-то концертные программы проводятся поют не поют может что-то такое есть конечно у нас поют у нас очень часто спрашу пользуются спросом нашей площадке как и пришедших так скажем артистов вот у нас в прошлом году была ночь искусства был вечер романца у нас волжанины выступали вам рассказывали здесь об этом александр чайка у нас тоже любит выступать давать концерты мало того у нас есть свой артист у нас музейно-выставочном комплексе в отделе учета фондовом работает настоящий артист который потрясающе поет и мы очень любим слушать его выступление у нас музейно-выставочном комплексе может и на работе попить нет на работе не поет а вот на работе работает она когда поет они ну хорошо ангелина скажите ну одно дело там от резиденция елка о которой сказали что особо до елки я не дошел вот другое дело когда либо фотографии либо картины вот как почувствовать что это все-таки новогодняя какая-то история или это просто приятная история ой там самого первого этажа ты видишь новогоднюю историю мы постам и каждый год стараемся для наших друзей для посетителей да вы уже когда заходите вы слышите новогодние песенки либо можете увидеть старый совет у нас фестиваль начал 16 числа работать поднимаясь на второй этаж вы увидите потрясающий фото зона мы отобрали лучшие работы среди художников которые посвящены непосредственно новому году рождеству там такой дед мороз там на мой котик там украшен рояль потрясающе красиво и можно зайти в эту фото зона пофотографироваться до картина галерея она чуть менее празднична в этом плане более строгие мы дали первенство музею так сказать но вот все равно дух волшебства есть потому что даже заходя на выставку застывшие мгновение зимы кое-где да ты увидишь деда мороза а даже так проскакивать мы не все убрали мы не настолько стройно то есть куда же без него да как со снегурочка это дело у потрясающе такая очаровательная девушка а как она спасает на резиденции деда мороза от ведьмы там есть ой там потрясающая весь набор да но она будет не она не страшно то есть дети которые ее видели нет мы решили уйти от клише ведьма современная красивая она вы знаете просто не злая она она замучившаяся женщина которая просто хочет отдохнуть а тут и снегурка и дед мороз и праздники так что она не работает как ведьма уже да вот да она просто уставшая как говорят таких случаях ведьму воспитали в собственном коллективе о да ну а теперь татьяна юрьевна давайте мы поговорим о планах на будущее потому что год 23 еще раз напомню год 400-летие городского округа люберцы наверняка тут уж будет много событий и но если можно так сказать у коллег конкурентов самых разных культурных направлениях и комитет культуры и администрация и депутаты все как-то обязательно об этом вспомнят и тут без вас ты тоже не куда что там в планах у вас и не только по 400 точно никуда потому что историю городского округа люберцы никто не знает так хорошо как музейный выставочный комплекс и в преддверии вот уже этого наступление нашего праздника нашего грандиозного юбилея идет уже огромная работа периодически с периодичностью собираются люди у нас музейный выставочном комплексе это краеведы любители истории знающие владеющие историей городского округа люберцы миха владеевич запланировано так издание некого такого некой такой книги какого-то такое издательство которое будет подарочный характер носить где будет собраны все четыре столетия история нашего городского округа люберцы по этому поводу идет такая плодотворная работа помимо этого у нас есть еще планок естественно конечно выставки выставки из фондов музеев выставки тех людей которые прославили города люберт город люберцы тех людей которые жили трудились или родились в городе люберцы внесли какой-то свой вклад планируется также создать у нас в березком краеведческом музее еще интересная идея у нас есть у анны юрьевны тоже сверху давайте расскажем или 400-летие вы города люберцы ангелина ну есть такой подарок хочется не просто создать выставку на достать из фондов мы хотим провести пленэр весенне-летний то пригласить в первую очередь наших художников которые так уже прославляются да но хотим и дать им возможность написать знаковые точки достопримечательности нашего округа и конечно таким образом сохранить в историю в том что это будет открытая выставка где жители сами выберут 10 либо 20 полотен которые войдут в фонд музейно-выставочного комплекса помимо пейзажи которым да вот можно будет написать мы хотим именно определить что вот мы хотим вот это видеть то есть вы как заказчика третяковская галерея третяковый заказываете полотна да да такое уже она не нова такой проходит и в других округах для нашего округа это в первую очередь и что именно мы будем определять вот эти знаковые места которые мы хотим сохранить для наших будущих поколений на что кто знает сохранится ты или не но это очень интересно это будет плюсы фотографии тоже нужно к этому делу при потому что все так быстро меняется вот сейчас кстати модно не знаю вы заметили в интернете во всех разрешенных наших социальных сетях там очень часто там москва 77 год там питер восемьдесят второй год и вроде бы даже те люди которые ну понятно там 50 и сороковой же другая немножко история хроникально а здесь просто вот города зарисовка либо видео либо фото либо действительно картина какая-то и ты все наши секреты рассказываете да я ничего не рассказываю я так думаю и потом ты вдруг раз и понимаешь что вот это и есть как бы история которая даже иногда ведь какую задачу себе поставить вот мышцы на фотографируем нам церковь красивый пейзаж красивый закат красивый а есть люди которые например магазины фотографируют развязки фотографируют или рисуют потому что показывают когда меняется город и иногда смотришь свой там город детства насколько он изменился и как мне кажется это тоже одна из из работ я ничего не раскрываю музейно-выставочного комплекса потому что история пишется нами сегодня потом придут после нас тоже будут дописывать эту историю а для музея тоже важно чтобы ничего не потерять каждое время временной промежуток должен присутствовать верно да совершенно верно и и вот сейчас когда проходят заседание любителей истории краеведов там спора возникают до споры в споре рождается истина все доказывают какой-то там исторический момент был он или не был где происходило так хочется чтобы был очень увлекательно хочется чтобы был да хоть каким-то но с кутузовым точно был ведь уже картина есть даже посвященная там ну а помимо этого мы прекрасно понимаем что наверняка будет много всяких мероприятий даже которых мы может быть еще и не знаем с вами а я думаю после нового года начнется тема четырехсотлетия и скажем будет продолжаться может быть течение всего года до следующего нового года вот в любом случае мы понимаем что кроме четырехсотлетия еще что-то у вас запланировано которые жена вот как хорошо всегда есть ответ какой-то теории приглашаем вас на всех наших жителей городского округа люберцы и гостей на праздник приуроченной пятилетию то люберецкой картины галереи нам в этом году пять лет пять лет но я должен а не очень знаю какие тут секреты расскажете но я так понимаю будет какой-то спецпроект под это дело ой будет грандиозно мы покажем праздник от всей души вот все что что то что и не видели мы покажете обязать спрятанное обязательно но вот сейчас не хотим как раз раскрывает тайна хотим подгода когда будет пятилетие а но вообще нам 18 марта мы открылись до 18 марта как раз в этом году также получается 18 марта мы можем конечно мы соберем всех друзей которые поддержали галерею на протяжении пяти лет которые поверили вот маленькую галерею для начала да и вот сейчас уже дают такие возможности слова маленькая уже убираюсь просто проекты и нас уже давно сравнивают с гигантами россии очень приятно особенно вот последние выставки открывали ну и мы вот еще раз напомним что теперь премьеры выставки проходят это всегда такая ответственность до того как 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 задел будет сделан так выставка и пойдет ну и будут какие-то гости наверное да как вы сказали очень интересно и будет возможность увидеть наверно что то но опять же прекрасно понимаете что люди искусства им и хочется рассказать но нельзя как бы вы подвели черту по 2022 с точки зрения профессиональности что у вас получилось какие приятности а может чего-то не состоялось такое знаете как вот повторно встретим новый год очень плодотворный год очень богатый на выставке в этом году очень много было прошло очень большое количество выставок прошло музей на выставке комплексе интересных значимых и для нас наверное для тех кто у нас выставлялся мы расширили горизонты для посетителей то мы подключились к пушкинской карте как я сказала выше и мы в ожидании нового новых в ожидании чуда в ожидании чудо чудо новых проектов а наверно вы что добавите я даже не знаю что к этому добавить на действительно этот год был очень плодотворный и мы вот про один проект я рассказала да но он не самый был первый для нас планета русь также она сделала первый шаг с нас то есть вот два конечно в середине года мы потеряли одного партнера сожалению нашего но найдем другого мы нашли уже другого и затем за кем я охотилась на протяжении четыре года и вот там порадовали сказали да на юрина мы не сможем отказать это был очень приятно когда мы приезжали высокопоставленные настолько лица что дух захватывает и нам теперь вот очень приятно нам доверяют не только министерство области мы вышли на федеральный уровень вот пришло время теперь мы раз на федеральном уровне поздравить всех с новым годом кто-то начнет кто-то добавит так что вот пожалуйста у нас вот есть какая большая камера специально для вас прошу уважаемые гости и жители городского округа люберцы с новым годом я желаю чтобы в наступившем 2023 году у вас было море впечатлений а мы поспособствуем этим вдвойне уважаемые друзья я вам желаю улыбок радости счастья и всегда помните что все будет хорошо вот на этом да мы завершаем нашу программу еще раз поздравляем вас новым годом весь ваш коллектив дружный и даже вашего персонального деда мороза вместе с ведьмой и снегурочкой желаем всего самого доброго всем вашим посетителям но и вас также как всегда еще раз с новым годом это была программа открытый диалог с вами был николай пивненко до свидания